Венсполское предприятие водоснабжения «Удыка» приступило к реализации пятой очереди проекта развития венсполского водохозяйства. Венсполское предприятие водоснабжения «Удыка» приступило к реализации «Удинсполское предприятие водоснабжения» Совместно с коммунальным управлением и самоуправлением будут реконструированы четыре внутренних квартала. Будет приведена в порядок окружающая среда, будут заменены внутренние сети водоснабжения и канализации. После подписания договора присутствующим продемонстрировали методику, которая будет применяться при реконструкции канализационных коллекторов. Реконструкция будет проводиться, ничего не копая, кроме внутренних кварталов, а остальные, эти большие канализационные коллекторы, они будут туда втягиваться такой, как чулок. И вместо этой старой бетонной трубы, которая уже в местах соединения уже проживела и там проходит инфильтрация грунтовых вод, из-за этого связится и также поверхность дорог, дорожного покрытия портится. Там будет сейчас проведена такая, ну, внутри трубы еще одна труба, и в связи с этим, конечно, уже коллектор будет уже генетичный, и не будет уже такой вентиляции и остальных побочных эффектов. Непривычная жизнь людей, ни движения транспорта не будут нарушены. На улице установят пару машин, которые будут втягивать новые трубы в действующий старый коллектор. Я хорошо помню, когда я приехал в Венсполс. На Большом проспекте шли работы по строительству коллектора. Работа длилась 10-15 лет. На улице Бривбас тоже около 10 лет. В 90-х годах ко мне пришел директор Удыки и говорит, что нужно строить новый коллектор. Я подумал, боже мой, это копать 5 метров глубину. Это все, конец, это навечно. И посмотрите, какая красота сейчас. Я нажимаю. Работы будет осуществлять фирма Остас Целтнекс. Надзор за строительством фирмы Локауме. Работы планируется завершить до конца октября. Общая стоимость проекта 2 миллиона 400 тысяч. 78% это средства Европейского Союза. Татьяна Саксаганская, Инжодзин, Шкурсинское телевидение.